Школа наставничества на Северском трубном заводе заслуживает уважения и гордости. В рамках обучения многочисленны проекты и семинары, которые вырастили не одно поколение грамотных руководителей предприятия. Вот, к примеру, сегодняшний финальный этап конкурса «Наставник года» – одна из работ по этому направлению. Ну, прежде всего, наверное, это не сколько конкурс, сколько очередной этап обучения наставников. Безусловно, с соревновательным элементом. Сегодня они со спортивным азартом хотят показать свои знания. Мы увидим, как они эти знания показывают. Но самый главный результат – это все-таки дополнительный для них опыт, который они уже будут применять в реальной жизни, каждый день, работая со своими молодыми подопечными. Задания, которые специалисты службы кадрового резерва предлагают участникам конкурса, весьма интересны. Во-первых, тест на уровень знаний, регламентирующих документов, по взаимодействию между наставником и подопечным. Скажем, на какой период прикрепляется наставник к начинающему работнику? Или сколько человек могут одновременно быть закреплены у одного наставника? Ну, также несколько вопросов по адаптации своих учеников. Такой конкурс, прежде всего, это интересно, да, поучаствовать, посмотреть, насколько я отличаюсь от других, да, а как я это умею делать. И, соответственно, такой, ну, момент того, что меня заметили, меня представили, потому что, конечно же, если учитывать все наше предприятие, то порядка 300-400 замечательных людей учат молодежь осваивать профессию. И, соответственно, вот из этих 300-400 мы выбираем только 5. Поэтому я думаю, что очень приятно тем, кого будут честного 4 июля. Сергей Завьялов трудится на предприятии уже 41 год. Из них последние несколько лет грамотный наставник для молодежи. Говорит, что это не только ответственно, но и увлекательно. Правда, оступаться тут нельзя, ведь личный пример лучше любой прочитанной книги или инструкции. У меня два внука и внучка. Опыт уже есть. Я в свое время работал начальником трудовых лагерей, труда и отдыха, школа 18. То есть имею небольшой опыт в воспитании с детьми. И самый лучший вариант – это не быть каким-то таким жестким, злым, а чисто по-отечески, что эти ребята, в каждом из них можно видеть человека. Участники отвечали на тестовые задания уверенно, волнения не было. А вот второй этап заставил их поволноваться. Организаторы отошли от производственной тематики. По их задумке наставник должен научить студента-практиканта выполнять определенные действия. Точнее, посредством оригами собрать собачку, самолет или лодочку из бумаги. В роли студента, прямо скажем, настоящий актер. Председатель по работе с молодежью Северского трубного завода Алексей Тружков. Он как мог изображал вновь пришедшего на предприятие работника. Начнем с самого простого. Вот у нас есть тент на участке. Вот схема к этому стенду. Предлагаю собрать схему. Значит, в первоначале надо сделать квадрат. Квадрат у нас уже есть. И вот после томительных минут изготовления собака из бумаги наконец-то готова. Это поросенок. Значит, поросенок, а не собачка. Схема. Это же стенд. То есть мы тренируемся. Было сложнее. Были студенты и посложнее было, конечно. Я говорю, научите, считаю, что можно любого. Все 12 сегодняшних участников показали неплохие результаты. И все же жюри выберет лучших только пять. Итоги будут подведены 4 июля. На мероприятии посвящение в молодые металлурги в музейном комплексе «Северская домна». Наталья Рожкова, Константин Миронов. Новости нашего города. Продолжение следует.